Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Благодарим и поддерживаем политику нашего президента. Политики вынуждены говорить неправду. Следующая территория, которая вас отберет, будет уже Польша. Польша нам хамит, требует каких-то репараций. Очередное мясо едет на мясорубку. Нам помогает Россия все 9 лет. От кого вы нас защищаете? Так в чем же ее богатство? Когда у людей нет денег, зарплата не индексируется, инфляция продуктовая все сжирает и коммуналка растет. Может быть надо за Африку думать, за Сирию. Вот за этим помощь надо, да. Вы почему-то указываете мне на то, что я не должна показывать правду. 30 лет я своего собственного жилья нет. Но я 42 лет, у меня есть чем заниматься, у меня есть работа, у меня есть мой ребенок, а воспитывать мужика под себя я вообще не собираюсь. Привіт, друзья. Меня зовут Олена Курбанова. И вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. Сьогодні ми, як і завжди, будемо піднімати вам настрій, тож трошки тиск і, звісно, віру в нашу найшвидшу перемогу завдяки тому, як ми аналізуємо російську пропаганду, кринжатину, їхні вкиди і те, як вони безумовно палають на всіх своїх пропагандистських ток-шоу. Але, як і завжди, важливо на старті, аби ви не забули лишити нам вподобайку для підтримки цього випуску і для поширення всієї правди, яку ми зберемо про те, наскільки росіяни нікчемні. І обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, лишаючись із нами. Звісно, в місті дуже багато жителів, маленьких дітей, садик у нас не працює. Работаю в Донецькій на хлібозаводі, кожний день я їжу на роботу. Їхати у нас нечем, автобус не може приїхати, начальство не обращає внимання, кажуть, ходіть пішком. Все їздить на роботу, тут робота є. Уже невозможно, автобус їздить, він ломається. Ми вже не просимо, щоб нам тут асфальт зробили, засыпьте ці ямы. І ось остался островочек, по якому ще можна проїхати, і ось так ми проїжджаємо. Ось тут, ось вона, яма. Ось мороз буде, ось завтра, ось завтра, ось завтра, ось завтра, ось завтра, ось завтра, ось завтра. Розговор у нас такой, автобус поломаний, нету автобуса. По три часа ждем зима, мороз, холодно, дождь. Неужели нельзя на нас обратить внимание? Просим, телевидение уже просим, помогите нам в этом, щоб дали нам один новый автобус. Ми залишлися здесь, никуда не можем, никто на нас не обращає внимання. Дякую за перегляд! Говорите про те, що дід зовсім зійшов з глуздом. До речі, через санкції в Російській Федерації вже давно розпочались проблеми із медикаментами і пігулками. Чи то він їх забув випити, чи просто в нього вже остаточно зносить дах, але від такого здивувались навіть ми. Некоторі колеги вже в своїх выступлінях говорили о тому, що їх потрясає агресія, продолжаючася агресія Росії на Україну. Да, конечно, військові действи – це завжди трагедія конкретних людей, конкретних семей, да і країни в цілому. І, безусловно, ми должны думати о тому, як прекратити цю трагедію. Кстати говоря, Росія ніколи не відказувалась від мірних переговорів з Україною. Це не Росія, а Україна публічно объявила о тому, що вона виходить із переговорного процесу. І, більше того, був підписаний указ, декрет глави государства, запрещаючи ввести з Росії такі переговори. Понимаю, що ця війна, гибель людей не може не потрясати. А кровавий переворот на Україні в 2014 році, за яким послідовала війна київського режиму проти своєго народу на Донбассі, це не потрясає? А істреблення гражданського населения в Палістіні, в секторі Регадо, не потрясає? А то, що врачам приходиться делать детям операции, полостні операции, действувати скальпелем по детському телу без наркоза, це не потрясає? А то, що генеральний секретарь Організації ОН сказав, що газа превратилась в огромне детське кладбіще, це не потрясає? От воруження Тайвань Америка не відказується, тепер ще і Японія продає крылатая ракета «Тамагавка». А це заметно зміняє розклад сил в регіоні і требує вже відповідь від китайських товаріщів, від северокорійських товаріщів і від нас. Притом від нас в першу чергу. Напомню, у нас в Японії є нерішенний територіальний вопрос, который для нас закрыт, а вони все по-прежнему дергаються. А у нас по отношению к Японії, в общем, є тоже существенно неразрішенний вопрос. Напомню, товарищу Сталину земельку обещали на японських островах по результатам Второї мирової войны і не выполнили обещання. А чувствується, що зря не выполнили. Вообще, многие вопросы, які нам обещали, вони выполнили. Придеться так достати з сундука історію, акуратно пыль здуть і посмотреть, а що було написано? Нет, ну, нам же хамять, там, Польща нам хамить, требують каких-то репараций. А нам є, що почитати, що посмотреть і кому, які щита пред'явити. Против абортов вони надумали выступати. І головне, хто? Жиди і... Ви знаєте, а я, пожалуй, впервые с ними соглашусь. Только с поправкой, що аборты потрібно запретити для всіх цих горних ребят. Буряты, Шмуряты, Чечня, Дагестан, Чуркистан, всіх бородатых цих. Наплодити і сразу на фронт. Да я сама готова нарожати, правда? Я конвейер открою, пожалуйста. Приходите, ребята, моя дверь открыта. Согласитесь, звучит ведь русский Витязь Джавид Нурмагомедов. Я уже мокрая. Административних правонарушеньях. В цей связи, рассматриваемым законопроектом, предлагається установити административну відповідальність за склонення к искусственному прерыванню беременності в Калигородській області. Одновременно законопроектом определяється лица, уполномоченні розсматривати административні дела данной категории. Це мирові судьи, а також составлять протоколи об административних правонарушеньях. Це апарат, уполномоченному по правам человека в Калининградській області. Принятие закона Калининградської області о внесении изменений в закон Калининградської області, Кодекс административних правонарушеньях, не повлечет дополнительних расходів областного бюджету. Комитет просмотрел представленний проект закона і рекомендує приняти його в второму окончательному чтенні. Дякую большое. Якщо питань до мене, переходим к голосованию. Ставлено голосування і принятий законопроект у второму чтенні. В первому чтенні. Хто за, проти, воздержався, приймається. Ставлено голосування і принятий законопроект у второму чтенні. Хто за, проти, воздержався, приймається. В training номер 24. Рассмотрение... осенья журбинка завитала на московский ток-шоу щось вони гай зовсім без настрою втратили драйв і оптимизм вири в те що буде святле майбутнє в російською федерацію і звісно перемогу приховувати це вже не може ані некрасивий одяг ані нікчемний мейк в них все абсолютно написано на їхньому обличчі політики винуждены говорить неправду потому что избиратели хотят ее слышать представьте себе политика в любой из любой партии в любой стране в любом обществе любых наклонностей и любой идеологического направленности которые скажут тяжело дальше будет тяжело денег нет то вы держите да и все и будет повторять только в этот тезис денег нет но вы держитесь в ночь не представьте какой будет уровень поддержки где угодно у такого политика здесь в этом примере он не говорил дмитрий анатольевич то что люди хотели услышать он правду денег нет ребята держитесь поэтому поэтому он больше не президент поэтому он больше не избираяется погодьте що до полномасштабного вторгнення ми були надзвичайно далекі здебільшого від того аби вивчати і розуміти а як в принципі живуть росіяни ми про них знали щось на кшталт того що в них існує друга армія світу поверхневі знання що вони нібито схожі до нас наші сусіди хтось говорив родичі і так далі а коли ми розпочали вивчення глибинне дослідження що таке російська глибинка хто такий середньостатистичний росіянин що відбувається в їхніх провінціях то ми зрозуміли що ми ні до чорта про них не знали і тепер соціальні мережі кожен раз коли підкидають нам якесь відео з російської федераті перше що мені хочеться сказати не може бути як це може існувати а потім ти розумієш що це тенденція це їхнє буденне життя їхня ротина тож власне те від чого сьогодні навіть в нас і відвисли щелепи переглядаючи їхні соціальні мережі далі от де гаїшників вирощують дитячий сад для них за рішоткою от чому вони такі злині от всіх жителів нашого мікрайону хочу искренне поблагодарить за політичні взгляди нашого президента Владимира Владимировича Путина 8 лет он обращался к правительству президенту Украины о выводі войск з території Донецка і Луганських областей они 8 лет обстреливали эти области ведь люди не виноваты в этом мы всецело искренне благодарим и поддерживаем политику нашего президента вот это я понимаю новогодні новиночки смотрите мы нашли чипсы рифленые со вкусом салата оливье и селедки под шубой 4,49 стоить нашли в Европте конечно же берем пробовать вкус оливье чувствуется но отдаленно больше как малосольные огурчики сами по себе чипсы вкусные хрустящие рифленые а вот селедка под шубой очень яркий вкус как будто действительно салат ешь даже не ожидали так хорошо передали вкус ну конечно необычные чипсы как раз под новый год в русских сми отличная иллюстрация к новости о том что вновь будет подорожание коммунальных тарифов посмотрите как на почтовый ящик лепят красную табличку должник конечно должник ведь проблема в тебе не в том что государство не обеспечивает тебя всем необходимым в частности работой работая на которой ты получишь достаточную зарплату или условиями в которых ты не будешь перебиваться от зарплаты до зарплаты на микрокредитах и платить за жкх станешь нормально а не формировать долг почти в триллион рублей напомню в россии традиционно повышают год от года тарифы за коммуналку но при этом россия же и нефтью и газом полна и никаких повышений не должно происходить тем более когда сокращается экспорт газа казалось бы ну переведите излишки газа в пользу российских малоимущих семей они этим не будут заниматься они будут скорее сжигать излишки газа в россии нет газохранилищ и во многих городах даже не налажены нормальные поставки этого газа в квартиры в накоквартирные дома и когда обсуждается вновь повышение тарифов и говорят ну во всем мире повышаются тарифы но так во всем мире нет таких ресурсов какие есть у россии но россия при этом очень богатая страна так в чем же ее богатство когда у людей нет денег зарплата не индексируется инфляция продуктовая все сжирает и коммуналка растет ну в чем тут богатство то теоретически теоретически ну наверное ну как газ уже подвели нет почему потому что это очень дорого а сколько у нас не хватает ой 1250 270 точно а вы такие доходы имеете них какую пенсию меня 13000 с инвалидской вместе ну вот скажите вот такая же пенсия здесь у многих сколько лет потребуется чтобы накопить стаку пенсии да я наверное уже не накоплю уже и умру и не проведу этот газ а многие здесь у вас без газа очень много без газа с газом тут я не знаю все четвертая часть всей улицы а остальные все без газа потому что нет вот у нас средств таких пенсий маленькие средств нету и газа нет а вот скажите на днях алексей кудрин это глава счетной палаты заявил что у нас в стране с нищетой покончено ой нет у нас не покончено и наверное долго еще будьте покончено очень долго как это долго поконю же больше не верите кудрина что ли нет потому что нам с роду тут никто ничего не делал это как если что-то надумаешь делать он столб до сих пор стоит не спиляли но люди люди живут 9 хватает же на еду у людей на еду кое-как хватает и то кто еще и сажает свои огороды все а если так все купить все купить это очень накладно а лекарства какие лекарства вот старикам а тут у нас почти больше Потому что пенсионеры. Какой тут газ может быть, разговор за газ? Пенсионер никогда его в жизни не проведет. Это поправили те, которые помоложе, у них мужья еще там работали. А нам уже до газа не дотянуться. А вот вы знаете, Голикова тоже заявила, это министр по социальным вопросам, что те сельские жители, которые имеют домашний скот, надо их лишить пенсии и других льгот. Вы считаете, что это правильно? Нет, конечно. Как это правильно? Лишить правильно. Чего лишить? То, что у человека пенсия... Нет, была бы у него пенсия, что тысяч 50, еще можно. Может, вы считаете, что это правильно? Нет, нет, это неправильно. Конечно, нет. Лишать. Если, например, житель держит скотину, он держит ее просто для себя. Чтобы прокормить себя и свою семью. А вот как вы думаете, откуда такие мысли приходят нашим властимущим в голову? Не знаю. Не знаю. Вот бабушка, как вы считаете? Откуда такие мысли? Знаете, я не могу сама, я не могу представить, как это можно такое сказать. Правильно, они живут в достатках. Чего им? А если я держу корову и помогаю, например, сыну, внуку, и сама там молоко, это... Так почему это? Мне не надо пенсия. Ну, интересно. Чтобы для государства сэкономить. А, да, это, а, для государства будет хорошо. Конечно, конечно, конечно. Нет. А как вы думаете, ну вот они голову ломают, поймите, вы же тоже должны их понять. Мы не забрали. Они же тоже люди. Вот денег в стране нет, а их где-то надо взять. А вот где бы вы взяли на их месте деньги? У них есть, это у рабочих нет, а у них всегда деньги есть. У нас хоть бы и наши не отобрали. Нам уже хоть как-то, но их хватает нам вроде как. Вот я одна, например. Хоть бы и эти не забрали. А то, что они, видишь, каждый раз новые законы, каждый раз новые законы, то налогами облаживают, то снимают, то... Я вот инвалид третьей группы, земли половина у меня уже, я ее не сажаю, потому что я уже старая. А налог я плачу. Вот. Раньше мы не платили, кто на шахте работал, мы не платили, а я на шахте в котельной... Так что делать-то нашим министрам? Пусть немножко за людей думают. За людей! Вот так, за таких, как мы. Пусть приедут, посмотрят, как мы тут живем. Вон, столб до собой... Ну, может быть, они тоже нуждаются? Может быть, они тоже не доедают? Как вы думаете? А, ну, может быть. За них мы же не знаем, как они живут. Вы же поймите, у Кудрины и Голиковой имущество недвижимого в квадратуре больше, чем во всем вашем хуторе вместе взятом. Им же за все это надо содержать. Им нужны деньги на все. У них дети. Как вы не поймете? Они налоги не платят, наверное, да. А мы платим и налоги, и за все платим. За все платим. Вода дорогая. У нас самая дорогая вода. Свет тоже. Говорили, атомную электростанцию поставим. Свет будет дешевле. И где? У нас свет как был дорогой, так и ездил. А как вы думаете, эти министры бы выжили в ваших условиях? Нет. Никогда. На наши деньги? Ага. Вы не смешите. Ну, в вашем домике он пожил. Ага, в моем домике точно выжили. Вот углем привезли уголь. Я на шахте всю жизнь проработала. Мне дают уголь. Почему я и газ? Я не могу его провести. Ну, у меня хоть уголь бесплатный. Люди еще и покупают. Так привезли одну грязь. Штыпы порода, штыпы порода. Вот я колупаюсь в ней. Но я, однако, все равно. А газ мне проработал. Ну, зачем привыкать к хорошей жизни? Да, вот именно. А нам и не надо. Нам дожить до этого. Я ж говорю, хоть бы и эту не отбирали. Хоть бы надбавки там более-менее смотрели по пенсиям. Скажут, мы обрадуемся, а потом в итоге, о. Ну, никак вы не хотите соглашаться с курсом нашего правительства? Нет. Не очень мы так это, знаете. Хоть бы думали немножко за нас. Ну, хоть немного. А то что? Так в чем причина? Как вы думаете? Почему они не думают? Может быть, у них же другие заботы какие-то. Внешняя же политика у нас есть. Может быть, надо за Африку думать, за Сирию. Вот за этим помощь надо, да. А вы считаете, что им нужна помощь? Нет. Нет. Пусть они сами страны, где за себя. Вы за своих пенсионеров подумайте. За своих людей. Не именно за пенсионеров. Молодежи работать негде у нас. Посмотрите, у нас... Украинцы, вы сами понимаете, что это из-за вас война идет. Вы вот гордитесь о революции гидности. А вы в школе не учились, что после каждой революции начинается гражданская война и от страны отваливаются территории. А территории отвалятся и их забирают более сильные государства. Гражданская война начинается, потому что не все согласны с мнением части страны и со сменой власти. Вот. Ну, теперь живите с этим. А, кстати, забыл сказать, что следующая территория, которая вас отберет, будет уже Польша, и это будет Западная Украина. Так что гордитесь своей революцией гидности. Всем привет из Горловки. Я, конечно же, очень вам благодарна за такую заботу, что вы хотите освободить нас от русского мира. Но дело в том, что, наверное, я вам открою Америку, мы не делим людей на русских, украинцев, белорусов, татар, поляков, американцев. Мы делим людей на людей и нелюдей. И вот те нелюди, которые пытаются нас 9 лет затянуть назад в Украину, надеюсь, к ним вы не относитесь, мы не хотим туда возвращаться. Вы понимаете или нет? Вы представляете, сколько крови пролила власть Украины наших местных жителей? Вы представляете, сколько горе принесла? И явно мы не хотим больше ассоциировать себя с украинской властью. Мы просили в 2014 году просто быть республиками в составе Украины, просто дать нам больше независимости. За что нас начали убивать в СССР, обстреливать. И все 9 лет это делают. И делали. И если их не остановить, будут делать. Это насильно, понимаете? Это такое ощущение, что ко мне подходит парень знакомиться и говорит, «Лиля, давай с тобой познакомимся». А я ему говорю, «Я не хочу, я не свободная, у меня есть любимый человек». А он берёт меня за руку, тянет и говорит, «Нет, я хочу на тебе жениться, ты будешь моей женой». Вот это выглядит так же. То есть местные люди не хотят быть с той властью, которая их убивает и проливает их кровь. Но это власть. И люди почему-то думают, что вправе решать, где, как и с кем быть коренным жителем и народом ДНР, ЛНР и так далее. То есть для этого придуманы референдумы. Это гарантирует международное право, что коренные народы на своей местности вправе решать, в каком политическом направлении, религиозном и так далее им двигаться. Данный закон приняли. Он международный. И почему-то нас убивают за наше волеизъявление. Очень странно. Пытаясь вернуть силой насильно. От кого защищаете? Нам помогает Россия все 9 лет. От кого вы нас защищаете? Защитите нас от себя, пожалуйста, от вашей армии. Можете защитить нас от вашей власти. Но если вы так переживаете за нас, сделайте, пожалуйста, это. Остановите войну. Правда, и, короче, кинулась такая мысль в голову, ехать, взять квартиру в Краснодаре, в ипотеку. Просто, как бы, 30 лет, своего собственного жилья нету. А куда дальше ждать, ехать? Ну, это... Что вообще думаете по этому поводу? Я говорю, ни начало, ни кончало. Взяли кусок... Вытернули, вставили, контекст убрали. Контекст убрали, все, раздули проблему по поводу естественности. Помните, вот, украинские паблики, они постоянно крутили вот этот ролик, да? Я говорю, я хочу выглядеть максимально естественно. Так я ж не внешне имела в виду, а я имела в виду обстановку дома. Ну, там, они вырезали, придумали, сами поверили, да? И сразу написали, где я и где естественность. Так это не внешность имела в виду, ну, мы сами так уже раскроем тему, причем там... Но, в отличие от хейта, я хочу сказать, что очень много было позитивно, прям вот, приятного, слов поддержки, я читал, плюс было вот реально, вот, знаете, вот, людям именно было интересно. То есть, вот, прям, понимаете, то есть, это был интересный разговор двух людей, которые, вы знаете, вот, которые что-то пытались донести, что-то рассказать, чем-то поделиться, понимаете? Особенно, когда вы вспоминали свои воспоминания и давали советы Алине только, вот, допустим, да, там, 20 лет назад, грубо говоря, да? То есть, то люди, прям, я понимаю, что, прям, они говорят, вот, я не буду тратить время на, писала девушка, я не буду тратить время на абьюзные отношения, да, там, я буду сразу понимать, что... На первой остановке надо выходить, да, вот, поняли они твое, не надо пытаться переделать мужчину под себя, засунуть его в этот вот свой идеал. Вот у меня, например, да, тоже была ситуация, прошлый эфир я вела где-то три дня назад, и вот, очень многие у меня спрашивали, вот, а вы в отношениях, я говорю, сегодня рассталась. У меня ни один мускул на лице не дрогнул, вот, все, я отпустила человека, допустим, это были недлительные отношения, я поняла, что это не мое, все, это не мой человек, у меня нет никакого ни расстройства, ни обиды, ни горечи, все, но это просто не мое, зачем я буду дальше входить в эти отношения, если я понимаю, что, ну, мне с человеком не по пути, я не буду переделывать человека в его возраст, его должно было переделывать его маму вот до пяти лет, вот тогда это возможно, ну, можно его там как-то подкорректировать, но я 42 года, у меня есть чем заниматься, у меня есть работа, у меня есть мой ребенок, а воспитывать мужика под себя я вообще не собираюсь. Очередное мясо едет на мясорубку, три автобуса подогнали, чтобы на мясорубку отправить. Это не естественно, а три автобуса за одно утро набрали, никто даже особо не возмущался. Деление людей на первый и второй сорт, как мясо, мясо, как мясо, мясо, как мясо, мясо первого сорта, второго сорта. Вы меня рассмешили. Было-было, но такого еще не было. Значит, ты знаешь, что кто-то пишет, ну что, Украину порадовало? Я аж сначала не поняла, в чем дело. Оказывается, все дело в моем видео, где на прошлой странице я показывала, что в ПРС продают реально гнилую хурму, пишут еще акция по 160, при том, что на рынке по 120 хурма в идеале. Потом мне женщина, типа, говорит, почитай комментарии. Ну, а там эти пишут, петрушки, жарите свой русский мир. Вы просто не представляете, сколько я читала ихнего ГЭ. Они живут сами по уши в таком ГЭ, у них изо рта это льется, из ушей. Им все равно, на что написать. Они просто знают, что ты русский, или донецкий, или ты слуганский. Они тебе по-любому напишут. Не за хурму, они тебе напишут за детей. Не за детей, господи, скажут, что у тебя дома плохой ремонт, скажут, что у тебя неудачная машина. Поймите, вы не увидели десятки видео, где я рассказывала о улучшениях. Вы не увидели тысячи комментариев моих, адресованных кастрюлям. Вы почему-то указываете мне на то, что я не должна показывать правду. А ведь бизнесмен, который держит сеть этих магазинов, должен понимать и контролировать качество товара в магазинах. Я показывала говнище в молоко, потому что я не хочу копаться в гнилье. Не хочу. Это не дискредитация республики, ребят. Это просто требование нормального потребителя. Так должно быть. Должно. Не должно быть уценки гнилья. Не должны как акцию преподносить гниль. А если бабушка не увидит, дедушка, который полсвета не видит, почему мы должны мириться с этим говном. Я просто не пойму позицию людей. Или я должна пройти мимо, закрыть глаза и сказать, что все хорошо. Уж поверьте, больше, чем они пишут гадости мне, ну, вас это точно не затронуло. Не затронуло. Посмотрите другие видео и давайте, люди, быть до бояков долго-другого. Не знаю, чо у вас поднимается настрій від російської кринджатини так само, как у меня и у моей команды, но сподіваюсь, что сегодня вы еще раз и еще раз захотели сказать «Господи, дякую, дякую тобі, что я не москаль». Не забывайте, друзья, по фінішу нашего сегодняшнего выпуску обовязково лишать нам вподобайку. Это край важливо для поширения всієї зібраної информации. И обовязково подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф и лише все из нами. Бережите себя, бережите Украину. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»